В Украине прошел национальный чемпионат по предпринимательству среди молодежи. На суд жюри команды из Одессы, Киева, Черновцов, Винницы представили свой бизнес и социальные проекты. В младшей лиге 40 команд представили свои стартапы. Главное требование к участникам – проект должен быть реализованным. Я представлял мой проект под названием «Пиро». Это проект по созданию голографических пирамидок и удобного приложения к ним, благодаря которому можно свои фотографии, свои гиф-изображения с телефона или интернета увидеть в объемности. Современных детей волнуют экологические проблемы. На некоторые из них они находят смелые решения. На чемпионате Украины мы представили наш проект. Его название «Биобип». Представляет он собой фильтр выхлопных газов. Он решает одну из важнейших экологических проблем, причем с очень хорошей эффективностью в 40% очищения. Когда начинаются проекты, дети совершенно по-другому смотрят на мир. Хотят не только помогать себе в плане материальном, развиваться как-то как бизнесмены, они хотят что-то привносить прекрасное общество. Сказочный проект представляет команда «Мир творчества». Девочки не первый год участвуют в чемпионате Украины и с энтузиазмом предлагают свою новинку. Мы растем вместе с проектами. Мы в том году делали вообще другой проект, но я думаю, этот проект у нас пойдет дальше. Потому что мы создаем книги, и они открываешь, и там есть ты, там есть твои слова, там есть твои иллюстрации. Ты рад этому. Мини-босс Одесса вперед! Впервые перед взрослыми предпринимателями на чемпионате Украины свои проекты представляют дети из Черновцов. Признаются, что волновались сильно, а к подготовке подошли ответственно. Шесть команд подготовили проекты. Есть проекты социального характера, есть коммерческого характера. Каждый участник команды Мини-босс Чернильцы мечтает про призовые места. Команда Children of the Future подготовила социальный проект – специальные блокноты для детей-аутистов. Мы сходили в реабилитационный центр у нас в городе Чернильце и спросили детям, что бы они хотели поместить в этот блокнот, чтобы им там были интересны. Очень сложно оценивать социальный бизнес проекты, потому что мое направление социальное, я понимаю, что оно полезное, но так как это все-таки бизнес проекты, их нужно оценивать по эффективности. Уверена в своем успехе команда из бизнес-школы Мини-босс в Одессе, которая на протяжении нескольких месяцев готовила нечто особенное для всей Украины. У нас проект уникальный тем, что у нас веселые новости. Вот я не успел, конечно, сказать, но на наше видео, когда мы его делали, там так было смешно. Большой предпринимательский путь проделала следующая команда. Производство своими руками и творческий подход к оформлению продукта. Их готовый товар пользуется спросом на ярмарки чемпионата. Возникла у нас идея такая, необычное мыло сделать, чтобы всем понравилось. У нас было несколько этапов. Сначала мы подготовились морально, потом мы пошли закупили, потом произвели, потом начали уже продавать. Мы даже приняли большой заказ. Дети переживали за свой проект. Они понимали, что это нужно им, а не их родителям, или их преподавателям, или их кураторам. Это нужно было детям. И они делали все. Мы разместили рекламную статью «Форнамик Танкицы». Закупили питомцев и сделали поделки из 3D-ручки. Из Киева приехало несколько команд. Среди них «Сити Энджелс», которые борются за чистоту парков, обаятельные умняшки. А это проект «Френд Кот», о котором рассказывают сами участницы. Идея нашего проекта – обеспечить удобное хранение информации, а также легкое знакомство и передача самой информации. Дети активно поддерживают их родители и наставники. В эти минуты они вспоминают весь пройденный путь. От момента, когда возникла идея проекта, до сегодняшнего дня. Когда готовый продукт впервые увидела вся Украина. Вначале было волнение. Потом был страх отступить. Потом была работа в части. Ну как же, ты же шел целый год. Давай мы это сделаем. Потом уверенность – я могу, я это сделаю. И после выступления – это эйфория, которая… Они уже не ходят, они уже летают. Ребята из Винницы также участвуют в чемпионате впервые. Преодолевая волнение, убеждают членов жюри в ценности своих проектов. Наш проект назывался «Перлено подилья». Это небольшая коробка, в которой были конфеты и буклет с известными местами нашего города. Мы приехали из места Винницы с нашими детками в первый раз. Это для нас самый-самый первый такой яскравый момент в жизни, потому что мы очень долго готовились до этого. Оценивают работы младшей лиги взрослые предприниматели, входящие в совет бизнесменов. На чемпионате Украина было очень много команд, которые показали профессионализм и были очень классные бизнес-идеи, которые по правде заслуживают на жизнь. Мне хочется, чтобы еще больше украинцы создавали что-то действительно необходимого, нужного, то, что будет употребляться не только в нашей стране, а полностью по всему миру. И я знаю, что именно на данном чемпионате очень много таких проектов. Победители определяются по завершению чемпионата Украины. Самые лучшие проекты в номинациях «Социальный бизнес» будут в дальнейшем представлены на чемпионате мира. В связи с тем, что чемпионат мира по молодежному предпринимательству в этом году проходит в Украине, для нас это особенно трепетно. Мы сделали очень большую работу в течение года. У нас здесь выступало порядка 50 команд со всех городов Украины. По итогам чемпионата лучшим бизнес-проектом года стал «Герл Комб» из Киева и проект команды «Пиро» из Одессы. Мир творчества занял второе место в этой номинации. Третье – команда из Киева и Одессы. Третье место – Минстерская игра. Получаю диплом. Первое место! В категории «Лучший социальный проект года» победила команда из Одессы филиал бизнес-школы мини-босс Таирова «Биобип». Второе место в этой номинации досталось команде из черновцов «Чилдрен оф зе фьючер». Третье призовое место разделили команды из Одессы и Киева. Теперь чемпионы готовятся к ответственной миссии – представить предпринимательский талант Украины всему миру. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok